На самом деле, наш проект получился достаточно простым, на мой взгляд, секретивный. Меня зовут Борис, и здесь и со мной Максим. Мы в команде решили изначально сделать следующий проект. В самом-самом начале это должна быть система, ну не система, а Telegram-вод, если более корректно говорить, которая бы позволяла на основании текущей погоды и текущего дорожного состояния вводить какие-то рекомендации по поводу двигаться на автомобиле, не двигаться на метро. И изначально, может быть, эту программу нужно было применять какими-то программистическим компаниям. Но в итоге, в процессе эволюции этой программы, в процессе решения задач, которые мы решали, и вообще раз это знание того, что мы делаем, мы пришли совершенно на другой программе, так или иначе, в итоге, это оказался просто инфо-вод, который ходит на сайт с погодой, который ходит на сайт Яндекса, парсит оттуда данные, либо использует API, в частности API Open WebMap, оттуда в команде вытаскивает погоду текущую, погодные условия, вытаскивает прогноз погоды на несколько часов вперед, идет на сайт Яндекса, на котором он читает какое количество, какая обстановка сейчас на дороге, выдает какой-то прогноз на ближайшие 6 часов, потом также такое маленькое инфо-сообщение, которое говорит о том, по статистике, когда у меня выход на день, в основном, большая загруженность всего времени, ну и выводит картинку текущего состояния дороги, и кроме того, он еще выводит по команде перекрытые дороги, какие дороги перекрыты, ну и ссылочку, чтобы можно было посмотреть, почитать, ознакомиться. Проблема, с которой мы столкнулись, когда проект создавали, это то, что мы не смогли за короткий времени понять, как это мы рекомендация, мы ему дали на основании чего, и проблема вот сейчас, с которой мы столкнулись, это то, что Telegram-код, переходя по ссылке на картинку с текущей дорожной обстановкой, то мы его просто кэшируем и каждый раз просто по факту обращаемся к одной и той же картинке. То есть следующий этап, где уже надо будет решить, как выдавать каждый раз новую картинку, а не просто выдавать кэшируем как-то один раз, каждый раз, получается, в общем, а не позже. Ну, на этом у нас все. Спасибо. Спасибо.